Что будет, если распилить БТР пополам? Получится БРДМ. Перед нами БРДМ-2, расположенный в музее Владивостовской крепости. На базе бронированной разведки для надозорной машины существовало множество специализированных образцов. Она использовалась как шасси для всевозможных ракетных комплексов, так и для перевозки специального оборудования. Находящийся в музее экспонат был переделан из неизвестной нам машины и доведен до состояния стандартного БРДМ-2. Не самое лучшее решение. Специализированная машина гораздо интереснее базового образца, а возможно в чем-то уникальное. В итоге музей получил свою экспозицию, не самый правильный экземпляр стандартного БРДМ, которых и так достаточно много, и потерял что-то более интересное. Кроме основных четырех колес, еще четыре скрываются в фальшбортах. БРДМ-2 имеет полный привод на все восемь колес. Такие же колеса используются в авиации. Дополнительные колеса выпускаются изнутри. Две пары катков служат для преодоления рвов и окопов. Еще их можно использовать для преодоления крутых склонов на водных преградах. А расплачиваться за эти возможности пришлось с лишним весом и объемом заброневого пространства. Конструкторам пришлось пойти на этот шаг, ведь машина проектировалась для фронтовых условий, где есть противотанковые рвы и воронки. В современных условиях, когда подобные броневики используются основной для полицейских функций, дополнительные катки частенько демонтируются. А на их место устанавливают боковые двери. Вот это отверстие позволяет выпускать колеса вручную, если механизм перестал работать. Универсальная резина, которая используется как на советских грузовиках, так и на военной технике. У него есть система автоподкачки, которая управляется прямо из кабины водителя. И прямо на ходу можно менять давление в шинах. Это позволяет ездить на разных грунтах, как на твердых, так и на очень мягких. Система автоматического регулирования давления в шинах была обязательным атрибутом всей военной колесной техники в СССР. Это условие соблюдается и по сей день, причем не только у отечественных конструкторов. Подобные системы можно увидеть и на иностранных машинах. Забавно видеть гражданские автомобили, которые пытаются имитировать подобные системы на литии и колпаках своих колес. Как бы дорого не стоили подобные паркетники, но подкачивать шины на ходу они не могут. У него есть рессоры, которые соединяются с дополнительным амортизатором. Это для плавности хода. Это рулевая тяга. Ниже у нас буксирный крюк. Спереди мы можем видеть мост. Спереди закреплен волно-отражающий шток. Это шток, чтобы волны не заливали борт. Мы его поднимаем вручную, но на самом деле есть специальный механизм, позволяющий сделать автоматически прямо из кабины. Ходовая часть и двигатель были счастливы по заимствованию у горьковских автомобилей. Мосты и блокирующийся кулачный дифференциал достался от ГАЗ-66. Двигатель использовался точно такой же, как на знаменитой «Чайке». Совместная замена комплектующих агрегатов свойственна всей советской технике. Оптику, к сожалению, мы показать не сможем, потому что ее здесь нет. Обсмотровые стекла, они закрываются специальными люками. Также тут есть смотровые приборы. На них наваренная решетка, но на самом деле здесь не должно быть. БРДМ нам достался леворукий. Подо мной находятся два люка. Слева люк водителя-механика, справа командира. На этой машине мало что сохранилось в исходном виде. Ее состояние желает лучшего. Подобный экспонат скорее подходит для парка или для другого общественного места, где дети могут спокойно по ней лазить и пытаться открутить что-либо. В музее хотелось бы видеть что-то более полноценное. Это универсальная башня, такая же, как и на БТРе. На башне наварены специальные ушки. С помощью них можно поднять кран на башню и произвести ремонт, либо замену. Это смотровой прибор стрелка. Здесь стоит макет пушки. Настоящее вооружение мы покажем на другом экземпляре. В базовой компоновке устанавливалось два пулемета. Один крупнокалиберный КПВТ 14,5 мм и один ПКТ 7,62. В настоящем по соседшей БТР-60 как раз такая башня. Что неудивительно, ведь они взаимозаменяемы. На нашем экспонате смонтирован макет только одного пулемета ПКТ. Если к нему прибавить наличие дополнительных креплений, то можно предположить, что это башня от агитационной машины на базе БРДМ-2. Это люк воздухозаборника, позволяющий дышать экипажу в условиях радиоактивного и химического заражения. Смотровые приборы экипажа. Люк для стрельбы с личного оружия. Если присмотреться внимательнее, то можно рассмотреть еще пару моментов. Ограничитель хода подвески. Дополнительные амортизаторы для плавности хода рессор. Шланги, подводящие воздух колесам. Интересное отверстие в задней части корпуса, прикрытое решеткой. Если кто-то знает его предназначение, то напишите в комментариях. Это крышка водометного движителя. У БРДМ два топливных бака. Крышка толстая, бронированная. Отверстие для ручного стартера, он же кривой стартер. Здесь закрыты два дополнительных ящика для оборудования. Транспортировочные крюки, задние габаритные огни. За этой крышкой находится аккумулятор. Как только в наши руки попадет целый образец, попробуем сделать более полный обзор. Не только сною оружия на разграбленной машине, но и изнутри, на действующем бронеавтомобиле. Рай суровый тишиной объят, у высоких берегово мура, Часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, Там стоит отважен и силен. У границы Мрида и Восточной Броневой ударный батальон У границы Мрида и Восточной Броневой ударный батальон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова